здравствуйте красный доктор и сегодня мы поговорим о ситуации которая сложилась вокруг центра онкологии имени блохина в городе москве мы поддерживаем медикам и следим за этой ситуацией и пятницу придя суток я посмотрел интервью непосредственно семина константина который берет интервью у одного из лидеров протестного движения у рыкова максима юрьевича и вот это интервью состоит из двух частей из из одной очень большой где он рассказывает как все плохо в онкологии в стране в центре и второй очень маленькой всего лишь две минуты где предлагается именно рецепт выхода из данной ситуации вот эти две минуты я просмотрел несколько раз лицо у меня было такое же грустное как у константина семина который брал интервью у максима юрьевича рыкова ну давайте посмотрим эти две минуты остается вопрос что дальше потому что вот если дальше власти не проявят внимание к этой ситуации если они не разберутся и если они не отойдут от принципа что личное высшее общество вот если никто в это не вмешается то будет все то о чем и долго пациентов удерживали вот когда все уйдут они перекроют каширское шоссе профсоюзы медицинских работников подойдут заявки на согласованные митинги к центру придут люди с транспарантами со знаменами будут требовать отставки этого руководства это центр не минздрава это центр хоть минздрав и является учредителем это не центр вероники скворцовой это не центр ванности лидии это центр тех людей которые ходят вот здесь за окном вот центр который принадлежит народу обществу это что с ним происходит от трагедии общества всего для многих людей этот центр является последней надеждой и так с ним поступать но это извините о каком цивилизованном обществе можно вообще здесь рассказывать вот когда мы на это решились опубликовав впервые результаты журналистского расследования в газете московский комсомолец с нашими фотографиями вот всех этим уже открыто выступили даже страшно было делать начали не нам те тому коллективу который вот письма подписан это не боялись письма в поддержку путина это же был настолько смелый для многих людей поступок на которой они решились явно уже до того что их довели до отчаяния просто и вот у меня возникло несколько вопросов скажите пожалуйста максим юрьевич а сколько времени у вас ушло чтобы стать доктором вот таким вот классным оперирующим онкологическим хирургом но естественно это 6 лет института два города ординатуры затем у вас была аспирантура вы защитили кандидатскую может быть еще что-то написали кучу статей два у вас были классные наставники которые говорили как надо делать как не надо делать и вот вот через много-много лет вы стали вот таким вот классным специалистом который сейчас еще предупредит преподает в институте и дает передает свои знания молодым врачам и вот вы поняли что государство больное его надо лечить и скажите пожалуйста сколько вы прочитали или освоили общественных наук чтобы лечить государство общество пока вы выдавали интервью вы употребляли такие например слова как страна и государство совершенно не понимая что это разные понятия то есть страна да она наша но государство она не наше потому что государство это институт насилия в интересах господствующего класса а господствующий класс у нас капиталисты и соответственно вот все что у нас стране происходит сейчас это все делается в интересах капиталистов а у капитала главное то что прибыли поэтому даже ваше учреждение вот такое классное медицинское где оказывается медицинская помощь рассматривается как производство из которого можно выжать прибыль уже даже нас начинают врачей ломать и уже давно ломают что у вас не медицинской помощи вас услуги то есть когда вы приходит вы уже должны говорить как не как вам помочь а как вас отоварить товарищ пациент вот это вот называется государство и из этого уже сразу понятно что это же наше общественно общественно это было вот когда это было 91 года в 76 году правильно вы говорите что-то построить народные деньги поэтому это вот этого для всех нет теперь это не для всех это давно уже не для всех и поэтому если вы даже все уволитесь но вы должны понимать что те кому вы хотите чему-то там досадить они не лечатся у вас они лечатся там откуда приходит вот эти вот нормы по которым вы сейчас лечите оттуда приходит лекарства по которым вы там лечите, и они туда поедут, туда лечиться, откуда это все приходит, и они, и их дети туда поедут, и это что лечить, все любые заболевания, и здесь им все равно, у них просто здесь источник, их прибыли, все. Поэтому вот это вот, будете ли вы стоять на коленях и плакать в камеру, будете ли вы махать флагами, будете ли вы увольняться всем коллективом, или же, например, выезжать как химеер на бульдозере и стрелять и давить дома, или же как Савенков взорвать бомбы, ничего от этого не изменится. Это ни к чему никогда не приведет. Посмотрите передачу, которую записал специально историк-материалист, диалектик Жуков Клим Саныч. Он там конкретно рассказывает и объясняет, почему это ни к чему не приводит. Ну, почитайте вы хоть что-нибудь. Вот есть такой документ, называется Трудовой кодекс Российской Федерации. Есть отдельный закон о коллективно-трудовых спорах и пути их разрешения. Возникает вопрос, что же делать. Но первое надо осознать, осознать, что такая ситуация на заводах, фабриках, школах, медицинских учреждениях, конкретно у вас в институте, сложилась не вчера. Это складывается уже годами. И осознав это, вы поймете, что, а может быть, потратить хотя бы месяц, два, три для того, чтобы поучиться, что-то там почитать. Или, может быть, сейчас прям почитать, вот когда вот сейчас уже все горит, надо все вот это делать и уже читать. Некогда. Но вот тех, у кого есть время, желательно все-таки с чем-то ознакомиться. С чем же ознакомиться? Есть такой интересный закон, называется Трудовой кодекс Российской Федерации. Есть непосредственно закон о разрешении коллективных трудовых споров. Почитайте их и все поймете. То есть, как принимались эти законы? До трудящейся предыдущего поколения уже воевали за это. Непосредственно Фонд Рабочей Академии, который я представляю. Он существует с 93-го года. Докеры съезжались, авиадиспетчеры просто боролись за принятие Трудового кодекса, который бы не до конца ущемлял права трудящихся. Так вот, прочитав эти документы, вы поймете, что достаточно все просто. То есть, вы не должны увольняться, это точно. Вы должны прийти к себе в институт, разработать требования с этими требованиями, собрать конференцию. На конференции вашего коллектива принять эти требования и выйти на переговоры непосредственно с руководством. И если руководство не удовлетворит ваши требования, то пройти нехитрую процедуру и войти в бессрочную забастовку. И вот уже находясь в бессрочной забастовке у себя в институте, вы уже будете иметь право принимать любые решения. Ну, практически любые. Какие там требования должны быть? Ну, раз у вас там развалилась наука, никто вас не слушает и тому подобное. Соответственно, вы можете в коллективном договоре или в этом соглашении, вы можете все прописать. То есть, допустим, ввести туда ученый совет, который будет что-то решать. Соответственно, у вас будет профсоюз с правком. У вас будет забастовочный комитет. И вот когда вот эти сформируются, вот эти вот органы, они просто ограничат во власти ваше руководство. Опять же, в этом соглашении написать прозрачность вашего финансирования, начисление зарплат. И много чего можно написать в этом коллективном договоре или в отдельном соглашении. Потому что коллективный договор или соглашение, оно опирается на трудовой кодекс Российской Федерации. Но он может превышать. И он должен превышать, он не должен дублировать. И когда у вас будет вот такой вот документ, вы будете находиться в бессрочной забастовке. Сколько она может длиться? Да годами. Вы можете просто в этой забастовке, например, сократить время рабочее на час или на 10 минут. Без разницы. Это будет поводом долго-долго проводить забастовку. Каждые три дня, за три дня предупреждать начальству. Значит так, мы делаем перерыв с 15.30 до 16.30. А в следующий раз еще какой-то перерыв. Там куча всяких нюансов. Ясно, что для того, чтобы провести забастовку, чтобы в нее войти, нужны какие-то люди, которые помогут в этом. Рядом с вами фонд рабочей академии, который в Москве есть представительство. Есть профсоюз действий медицинский, который как раз ориентирован на коллективные действия. Они понимают, мы уже там в профсоюзе понимаем, что без толку ходить по судам, просто махать флагами. Логика профсоюзной борьбы, она понятна и проста для каждого. То есть, начинается с ячейки на одном предприятии, потом ячейка возникает на другом предприятии, потом на третьем, потом это все объединяется. Солидарность, она нужна в профсоюзной борьбе. Так и вы. Возьмите и объединитесь. Несколько институтов. Объедините всю свою онкологическую отрасль вокруг своего института. И вы будете диктовать условия. Именно организуйте диктатуру хотя бы в своем институте с помощью профсоюза, с помощью забасткома, с помощью ученого совета диктатуру в интересах каждого в вашем институте. И тогда вам будет легче. На вас будут равняться. И то же самое будет во всех медицинских учреждениях. За это радует профсоюз действий. Только коллективная борьба приведет к успеху. Что касается акционизма. Мы не против собираться на митинги, махать флагами, одиночные пикеты. Но поймите, это всего лишь акция. Это какое-то мероприятие в череде других мероприятий. То есть у нас есть цель. И мы строим план, как достигнуть вот этого. Да, для привлечения внимания нужны эти все мероприятия. Но еще раз повторюсь. Это всего лишь небольшой фрагмент профсоюзной коллективной борьбы. Ясно, что с насколько это все не освоить. Но вы не одни в этом мире. Есть профсоюз действий, который стал общероссийский. Есть фонд рабочей академии, который с 1993 года борется за права трудящихся. Есть российский комитет рабочих, который проходит весной и осенью. В этом году он будет осенью 19 и 20 числа в Нижнем Новгороде. Я лично туда приезжаю уже не первый раз. Потому что конкретно у рабочих я учусь. Как организовывать забастовки. Что там делать. Как выдвигать требования. Все они знают. Все это они прошли. Вот, например, рабочие с Озона непосредственно курьеры взяли, собрались. Тут же организовали профсоюз. Тут же выдвинули требования. И работодатель пошел с ними на соглашение. Все. Все сделали буквально за неделю. Молодцы. Учитесь у них. Учитесь у курьеров Озона. Ну и будьте здоровы. А пока. 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 Продолжение следует.